Всем привет, с вами Информ ТВ. Понятие конкуренции в актерской среде проходит красной линией сквозь весь карьерный путь артиста. В нашем видео мы расскажем про некогда любимых зрителями актеров, которые были на вершине популярности, но после совершили крутое пике в безвестность. Елена Перова Дебютное появление на большом экране Елены состоялось в 2002 году в фильме «В движении». Но популярной среди телезрителей она стала благодаря роли Анны Сомовой в сериале «Маргоша». Проект растянулся на несколько лет. После его завершения Перова приняла участие еще в одном сериале. И все, на этом ее кинокарьера затихла. Сейчас у Елены в планах создание телепроекта о жизни российских немцев на территории нашей страны. Павел Майков. У большинства зрителей он ассоциируется с пчелой из популярного сериала под названием «Бригада». Несмотря на довольно пеструю фильмографию, подобного успеха актеру добиться вновь не удалось. Однако для Майкова те времена остались просто пережитком прошлого. Сегодня его можно увидеть в театральных постановках. Также немалую часть его жизни занимает музыка. В 2011 году была создана группа «Бутер Бродский». На смену ей в 2017 году пришла группа «Магрит» с чуть измененным составом музыкантов. Ирина Медведева. Когда ее видишь, то на ум сразу же приходит телепередача «Шесть кадров». Но у актрисы и до, и после этого проекта были роли в сериалах и фильмах. Правда, не такие заметные и в большинстве случаев довольно проходные. Медведева прекрасно поет романсы, за что было удостоено нескольких наград. В планах у нее запись музыкального альбома и подготовка собственной концертной программы. Юлия Захарова. Роль Елены Полена в сериале «Счастливы вместе» делала ее известной на всю страну. Съемки на телевидении начались уже после нескольких лет работы в театре. Но, несмотря на все старания, ролей ярче, чем в популярном комедийном ситкоме, так и не случилось. В рамках своей театральной деятельности Юлия принимает участие сразу в нескольких постановках. Также она планирует поставить спектакль для тех, кто неравнодушен к поэзии. Актриса увлекается написанием стихотворений, поэтому эта тема ей особо близка. Анна Азарова. На тот момент, когда она решила связать свою жизнь с кинематографом, она уже была состоявшейся моделью. Первой ее работой, по иронию судьбы, стала роль манекенщицы в сериале «Дорогая Маша Березина». Надо ли говорить, что со своей задачей Анна справилась на отлично. Самой заметной лентой в фильмографии актрисы, пожалуй, можно считать день выборов. В 2011 Азарова была выдвинута на главную роль в проекте «Гольфстрим по дайсбергам», но лента вышла крайне неудачной. А после ее кинокарьера медленно пошла на спад. Сейчас Анна активно ведет Инстаграм и воспитывает четверых детей – мальчиков-близнецов и двух девочек. Оксана Лаврентьева. Она прославилась после выхода сериала «Клуб». Спустя пару лет ей предложили одну из ведущих ролей в триллере «Юленька», а чуть позже актрису можно было увидеть в «Маргоше». Потом были две какие-то короткометражки, особо неизвестные. И все, на этом ее кинокарьера закончилась. Уже 9 лет она является владелицей компании «Русмода», в рамках которой осуществляет поддержку перспективных дизайнеров и их брендов. Вскоре после успешного развития собственного бизнеса она открыла центр здоровья и красоты «Белый сад». Елена Бирюкова. Прорывом в карьере для Елены стал телесериал «Саша плюс Маша». После этого были эпизоды в «Счастливы вместе» и «Универ». Помимо этого Бирюкова принимала участие в работе над еще несколькими сериалами и фильмами, но они прошли незамеченными для зрителей. Свободные от съемок время актриса проводит на театральной сцене. Всего на ее счету более 25 ролей в различных спектаклях. Вот такие грустные истории. Вроде бы эти люди были на вершине популярности и вдруг скатились вниз. Почему так случилось? Если вы знаете, пишите свое мнение в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!